Девушки отдыхают Данные стенограмма разговора Егорова и Топонаряк говорят о том, что они понятия не имели, где находятся эти зрители То есть тренировочного полета не было? Его отменили по причине отсутствия туплива Пилоты даже не видели места, над которым они будут летать Ну вот так вот, видите? Но что прямо сейчас расскажет человек, который сидел за штурвалом Су-27? Впервые после заключения Владимир Топонарь приехал в нашу студию Здравствуйте, Владимир, прошу присаживайтесь Ну в первую очередь я благодарен, что пригласили меня на передачу Я вообще не надеялся, что какая-нибудь правда будет еще раз освещена после таких лет, после трагедии И будут так подробно рассматривать вещи, которые в то время практически не рассматривались Хочу попросить и выразить соболезнования погибшим львовянам, им родственникам Я это выражал и в судебном заседании, и в последней речи, и во всех интервью это почему-то не включают И потом даже какие-то высказывания по этому поводу, что я не переживаю и не соболезную то, что произошло И Валера в курсе дела, интервью, ну беседовали мы на эту тему Владимир, позвольте вам задать вот важный вопрос Вы себя виновным чувствуете? Нет, не чувствую, и вы должны меня понять Когда человек себя не чувствует виновным и все сделал для того, чтобы этого не произошло И самое удивительное, что то, что самолет стал неуправляемый, этому никто не поверил И до сих пор не верят, и доказать этому некому тоже интересно То есть экспертов не было ни на суде, которому я мог это довести как-то Рыба гниет с головы То правильно было высказывание, что если верхи не хотят, до низов ничего не доходит Правда, никому не нужна Козел отпущения был назначен и исполнено, мягко говоря, это все Основная причина этой ошибки в технике пилотирования во время выполнения фигуры пилотажа С самим экипажем В верхней точке, когда он подходил к точке выполнения поворота Я с земли подал команду ему на выполнение поворота По каким причинам топонарь продолжал нисходящую траекторию, неизвестно Он, выполняющий поворот, то ли хотел ускорить, то ли потерял пространственную ориентировку Он в перевернутом положении вверх колесами потянул ручку на себя Ручку управления самолетом, что привело к зарыванию Ой, когда мы вышли во вторую точку косой петли Стали выполнять полубочку И в эту сторону самолет замедлил вращение Вот самолет начал вращаться, потом остановился Дальше, я черный же ящик хорошо исследовал Появляется улок скольжения 20 градусов Вот как будто по самолету был совершен удар То есть он летит, если удар и 20 градусов, скольжение появляется То есть в какой-то момент, то есть в момент выполнения фигуры Самолет перестал слушаться и начал вести себя неадекватно Да, то есть получается органы отклонены управлением для того, чтобы вращение происходило Он начал вращаться, а потом вращение прекратилось И дальше что происходит, самое удивительное Самолет начинает просто падать, и скорость падает Все То есть самолет просто перестал быть управляемым? Да, и не просто управляемым, а просто вертикально скорость увеличивается Я бы хотел сейчас вам показать интервью Егорова И попросил бы вас откомментировать то, что он говорит Именно ошибка в технике пилотирования После катакультирования предземления Первый вопрос, который я задал, это Панарин В чем дело, что случилось? Он мне ответил одну фразу Не докрутил В последующем у него мужества не хватило Нигде сказать об этом Надо было набраться чисто мужества и сказать Я эту фигуру никогда не выполнял Вы фразу не докрутил говорили? В то время, когда он спросил в том состоянии Я мог говорить что угодно Сейчас вот это обстоятельство Смотрите, говорили или не говорили? Может и говорили? То есть не помните? Ну, в том состоянии, понимаете Только катапультировался Какие-то вопросы задают Какие-то самые Мне это важно Самое важное, что меня вот удивляет Второй летчик Тоже вроде как пилотаж крутит И заявлять, сидя во второй кабине Как будто он там не присутствовал Ничего не видел За управление не держался И не вмешивался, что интересно Нет, почему он вмешался, когда надо было дергать катапульту? Первые три дня Егоров, когда его допрашивали Первые три дня Он везде утверждал Мы тянули вместе Выводили с пикирования И вопрос Вы вмешивались в управление? Да, мы пилотировали вместе Ну, вот такие фразы Три дня он это говорил Есть это у нас И на четвертый, пятый Остальные допросы Он от этого отказывается Он в момент, когда полубочку делали Он даже там Ну, типа как матюкнулся Или что-то такое И сами понимаете Когда человек держится за управление И идет матюк Не вмешаться в управление Я сомневаюсь, что человек не вмешивается Вмешивается Я не исключаю, что Мухон потянут ручку на себя В момент переворота Я пилот Был тренером национальной сборной Посторонний человек на борту Что такое посторонний человек на борту? А вот второй пилот не должен был там сидеть Почему не должен? Потому что функцию Отвлекающий фактор Летчик Летчик, выполняя полет У него же мысли работают не так, как у наблюдателей Вот Темп, ритм, быстротомышление Скорость мышления Вот тут еще подсказки Тут еще непонятная ситуация Возникает очень мощный психологический Такой сгусток Напряженности И это может привести Я-то, по-моему, уважаю Прекрасный летчик Прекрасный психотип у него Вот из таких бы парней Сборную команду Украины В свое время сделать Нам бы Не было поражений На мировой арене Второй вопрос Егоров Обвиняют вас в том Что вам нужно было признаться Что вы эту фигуру никогда не выполняли Это правда или нет? Как вы не понимаете Я пилотаж крутил Не только на Су-27 Остальных типах Я летчик-испытатель То есть Я могу тренироваться на одном Типе самолета И лететь тут же на другом Выполняя этот пилотаж И такое В один день Я мог в один день Лететь на вертолете На самолете И на транспортом В один день И у меня такие были Тогда почему он это говорит? Он летную подготовку Испытателя не знает Потому что Я летчик-испытатель Союзный Я подготовку При Союзе проходил А Егоров стал инспектором Уже при украинских законах И так далее То есть он к испытателям Никакого Ихнию подготовку не знает Что эта фигура Относится Не то же к сложному Чуть ли не к простому пилотажу Именно вот это Выполнение этой фигуры А есть фигуры Намного сложнее На малой высоте Бочки крутить Перевернутый полет На двухсот метрах Это намного сложнее Чем вот эта фигура И говорить Что этот такой не выполнял И поэтому один раз Выполнил и упал Это даже смешно Самолет перестал вращаться Потому что получилось скольжение Откуда оно появилось Вот это вопрос А какие могут быть причины Причина Теперь я версии Только могу выдвинуть Прошу Там начиная От причин Ну можно сказать Недоиспытан самолет То есть с таким количеством топлива Если вращать Ну топливо в баках Может колыхнуться И в этот момент Создать скольжение На этой фигуре Уже разбилось На пилотаже Еще двое После меня Еще двое пилотов В Польше тренировались На спарке На Су-27 И пока Ну я по телевизору Просто смотрел Как пилотаж Выполнялся И точно Выходит фигуру Выполняет это самое И не выводит И врезается в землю Точно такая фигура Недоиспытанный самолет На этих режимах Кстати Опять это было скрыто От следствия И от ВВС Что в России Эта фигура Была запрещена На Су-27 Вообще Вообще Да Но она мне не была Доведена Ничего А почему она была В России запрещена Ну потому что Когда летчик-испытатель Упал на ней Ее запретили И ну типа Доиспытанный Не доиспытанный Да Юрий прошу Эта фигура Продолжает выполняться Буквально С 2005 года Регулярно Генерал-лейтенантом Никифоровым И подполковником Оксанченко В городе Миргород Никаких проблем Вообще не возникает Версия моя такая Что все-таки Непроизвольно Была взята Ручка управления Кем неизвестно Но Экипаж Из-за этого Произошло зарывание Ну если нет Сейчас вот Вашу версию Первую я услышал Та версия Которую говорит Юрий Яцюк Она имеет место быть? Нет На этой скорости При полностью Отклоненных педалях Скольжение 20 градусов На самолетах Нельзя создать никогда На этой скорости То есть Если лететь И полностью дать педаль Всего 5 градусов Создаться А там 20 20 это остановка Вращения полностью Самолета И оно так произошло Будем так говорить Если брать уже Полностью объективно После вывода Самолета В этом положении В котором они оказались Топонарь действовал Крайне профессионально Когда самолет Сыпется к земле Кратковременно Надо отдать ручку От себя Чтобы двигатели Хватанули воздуха Чтобы потом Опять ее взять на себя А сама Катастрофическая Аварийная ситуация Она продолжала Всего 11 секунд И как по материалам Госкомиссии Эти последние 11 секунд полета Действия летчика Были безукоризненными Он все делал правильно Егоров Почему он не вмешался В управление Ну я судить не буду А он мог? Он мало того что мог Он держался за управление Потому что оно полностью Сдублировано Там такие же органы управления То есть мог? Они ходят вместе В передней кабине Он двигает И в задней она двигается Можно взять ее Придержать Можно сильнее ее потянуть Технически Это возможно И это делается Получается что Егоров мог Предотвратить Падение самолета Понимаешь Не просто теоретически Он физически мог это сделать У него было управление Этим самолетом Если вы говорите о том Что он ему подсказывал Здесь думать надо было Быстрее И не просто думать А действовать Скажите Какое Наказание было вам Назначено судом? 14 лет Лишение свободы Сколько из них Вы отсидели? 8,5 почти Там 8 И 4 А сейчас у меня Идет И справ работы То есть Наказание продолжается Только Льгота применилась Через апелляционный суд Вы можете передвигаться Могу передвигаться Поскольку Вы приехали Там один раз в месяц Отмечаться надо Ну По уголовному кодексу Как положено Платить Иск Там и так далее За мной наблюдают Я в милиции отмечаюсь По приговору суда Лично Топонарю было Приговором установлено 7 миллионов 200 тысяч гривен Что на тот момент Было полтора миллиона долларов За разбитый самолет Су-27 Топливозаправщик 50 килограмм Колючего дроту И 5 бетонных стопчиков Так написано В приговоре Ребятам тоже были Там суммы 2 миллиона Там еще там какие-то А потом Верховный суд Когда Оставлял в силе Приговор В отношении срока Он оставил Без изменения Но уменьшил Эти суммы До 150 тысяч То есть это 30 тысяч долларов На нем осталось Иск выплачивается Не пострадавшим Да? А за В доходы государства За самолет То есть получается В нашем государстве Если ты летаешь На дорогом самолете Если ты случайно Его разбил Ты должен выплатить Его сумму Понимаете? То есть Если бы я знал такое Я наверное на дельтаплане Летал бы Потому что А тут получается Самое интересное Что и я плачу И опять же Сумма уменьшена 150 тысяч Вы платите? 100 тысяч А вы за что? Ну за нанесенный ущерб А вы как участвовали В нанесении ущерба? Разделили Разделили на все Ущерб По В долевом участии В долевом участии А скажите Вы Сколько уже выплатили? Ну я не знаю 1020 И вы действительно Их выплачиваете? Ну так конечно Возьмут А пишут имущество Бред Не ну понимаете Это смешно Пока Исполнительная служба Не начинает производство А дальше приходит письмо Прошу добровольно Погасить Иск 50 тысяч гривен Пятерым Которым вынесли приговор Эту сумму распределили Да Которые признаны виновными Пять человек А кстати Вы общаетесь Вот Ну Между собой Мы общаемся А с кем общаетесь? С Егоровым С Егоровым? А чем он занимается? Ну он летает На втором Летает на втором Это Кукурузник Тут роковой день Роковой день Не только для пострадавших Для нас Это роковой день Мне вот Скоро будет 60 лет Ну я бы до сих пор летал А после этого Мне как На мне Как на военном летчике Был поставлен крест Жизнь поломалась Не только у них Но и у нас Владимир А вы чем Планируете заниматься Ну после того Как Отбудите Срок В полной мере Сейчас я Просто На исправ работах Так что Мне Принудительно Я должен Работать на Определенном предприятии Которое Меня взяло на работу А что вы делаете? Ну там С компьютерами связано Ну Мне два года Это назначено А после двух лет Я могу уже выбрать Какую-то другую работу То есть Мечты то мечтами А вот вам Ну как специалист Конечно мне Хотелось бы заниматься Тем что я В чем соображаю После всего этого Все равно хочется В авиацию Как вы не понимаете Что Я хотел бы Применить эти знания Но Кому они нужны Раз Во вторых Если я виновным Не считаю Это два Причастным К трагедии Да И то что так случилось Естественно Я все сделал Чтобы это не случилось Но оно случилось Юрий А вы чувствуете себя Виноватым? Да Вот за что? Ну Я чувствую себя Виноватым Потому что Я Принимал Участие Принимал Участие В мероприятии Которое Закончилось Очень трагично Понимаете? В чем Меня суд Обвинил Зато Я отбыл Наказание А в чем Обвинили Кстати? Что я Не запретил Задание После выхода Топонаря За границу Пилотажной И все А это в соответствии С вот этими Странными Полетными Картами Которые Появились Потом Что вы Теперь о нем Думаете? Мне Этого Топонаря Что-то И жалко Уже Стало Даже Я и не знаю Не знаю Вы увидели Объективную Сторону Всего Происходящего Вы смогли Услышать Его Так Как Его Смог Услышать Валерий Каждый По-своему Виноват Кто-то В подготовке Кто-то К выступлению Кто-то К полетам Буйняк Виноват В том Что он Отказался Что он Подписывал Документы Сказал Что подписал Его Зам На проведение То есть Виноватых У нас нет И мы Их не найдем Потому что Спустя столько лет Все документы Все Что надо было Все было Уже Уничтожено Подтасовано Кануло в лето Ну Ясно Что Нашей державе На той половине Світу Ніколи Не можна Добитися Того Чтобы Всі Кто був Пришедний До авиакатастрофи Понесли Заслужений Кару Злочин Зробили І організували Військові Розслідували Військові Усудили Військові І вони же Полковниками Генералами Ходять По сьогоднішній день Їх ніхто Не позбавив Звання Ви себе Можете Представити Як лояльні А лояльність Проявилася І в Досрочному Звільненні Що Відноситься До Володимира Топонаря Я давно Вже казав Що я як християнин Істиний Я його простив Зразу на сороковий день І я його ніколи Не називаю Убивцем Або другим Перенізлим Словом Ніколи Він для мене Був підслідством Був осуджений Зараз відбуває Покарання Він є людина Напевно Також християнин Зараз відбувається Зараз відбувається Зараз відбувається Зараз відбувається Зараз відбувається Зараз відбувається История, которая потрясла всю страну. В центре Львова, в частном доме, работники соцслужб нашли двух мальчиков 6 и 14 лет. Их не стригли и не мыли. Они годами не доедали и не выходили на улицу. Тихо, 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 тихо. Любомир и Юра не умеют самостоятельно кушать, говорить и даже ходить. Как выяснилось, соседи и даже участковый педиатр знали о том, что в доме живут дети, но ничего не сделали, чтобы им помочь. Мы в улицу не опускали, они не доедали там. И спали в ней, с детьми, с псами на посылках. Впервые отец братьев Маугли расскажет, почему посадил своих детей на замок. Есть люди, которые действительно просто насмехаются. Что значит насмехать? Над вашими детьми насмехались? Есть такие люди. Теперь понятно, почему ваша жена их прятала, пока вы на работе. И как получилось, что нормальная семья потеряла свое человеческое обличие? Не пропустите в следующее воскресенье.